Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Неделю назад мы начали очень важную тему рассматривать, именно тему того, как не заболеть, как не подхватить чего лишнего в плане инфекции в тех странах, куда мы очень любим ездить на отдых, в отпуск, или пока еще не любим, в первый раз едем. У кого-то в первый раз бывает такой опыт, весьма удачный, у кого-то нет. Начали мы эту тему с замечательным врачом-инфекционистом, главным врачом Афлацентра, и сегодня мы ее продолжим. В гостях у нас Дмитрий Леонидович Патагов. Здравствуйте, Игнатрий Леонидович. Добрый день. День. У нас сегодня день. Давайте напомним слушателям, во-первых, о чем мы начали говорить в прошлой программе кратенько. То есть это основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при выборе гостиницы, в которой мы будем останавливаться. Еще раз отметим, что нужно быть внимание, что в той же самой Индии, к примеру, трехсвязочной гостинице совершенно не того уровня, что в России либо в Европе. На что еще мы обращаем внимание? Обязательно обращаем внимание на воду, которую пьем. Вода бутылированная? Строго бутылированная. И желательно, чтобы бутылка была запечатана, когда вы ее покупаете. То есть не брать какую-то открытую воду. И смотрим на то, что мы едим. То есть крайне осторожно подходим к употреблению мясных продуктов и морепродуктов в южных странах. Потому что там стандарты термической обработки намного ниже, чем у нас. Особенно в тех странах, где к мясу относятся негативно. То есть та же опять Индия. Какие-то другие буддийские страны. И насекомые. Да, и мы очень внимательно относимся к тому, есть ли в нашем помещении насекомые. Потому что в тех странах любой укус любого насекомого, вообще любого, может стать смертельным. Один укус. Да, поэтому обращаем внимание на одежду, что лучше всего, эффективнее всего носить одежду, которая закрывает руки, ноги, в лучшем случае там еще голову. Да, обязательно противомоскитные средства всевозможные. Да, об этом не забываем. И это лучше использовать для вашей социальной области. Обращаем внимание на то, есть ли у нас на форточках, на окнах противомоскитные сетки, противокомариные. И обувь плотную, желательно непрокусываемую, потому что под ногами могут путаться. Кто угодно. Да, кто угодно. Не только змеи, могут и скорпионы. И в конце концов комары кусают не только в руки, они кусают и в ноги. За эфиром в прошлый раз, месяц назад, вы мне рассказали о прекрасном сайте, ресурсе, на котором можно ознакомиться с перечнем болезней в тех странах, куда мы, собственно, можем попасть, можем уехать. Расскажите, что это за ресурс, чем он может быть нам полезен. Да, я когда готовился к той передаче, подошел к теме как турист, как обычный российский турист. То есть если человеку, как мы давали рекомендацию, узнать о стране, куда он едет, где он об этом может узнать, то я бы советовал обратить внимание на два момента. Во-первых, наши службы санэпиднадзора, я еще раз повторю, как из той передачи мыслей, они одни из самых лучших в мире, и наши службы санэпиднадзора, они такую информацию по запросу предоставляют. Более того, в нашем центре гигиены и эпидемиологии, в Кировском, до 9 июля действовала горячая линия. То есть можно было позвонить, можно было обратиться. Она, видимо, каждый год, да? Да, она каждый год. Сейчас вот она с 9 июля не действует, но у них горячая линия все равно есть на сайте, им можно выйти на сайт, позвонить, узнать, спросить. Кроме того, наше Министерство иностранных дел сделало портал. Портал этот называется «Консульский информационный портал». Адрес – kd.mit.ru. Там внизу, слева, в нижнем левом углу, есть раздел «Перечень стран и режимов въезда на их территорию». Там перечислены практически все страны, вообще все. То есть я брал очень экзотические названия, они там тоже есть. То есть только путём ввода на название страны там выдаётся? Да, да. Вводите какой-нибудь Науру, Сент-Винсент и Гренадины, Мадагаскар, Маврики, всё что угодно. Там религиозные обычаи, правила поведения в стране, как одеваться, какое питание, что можно покупать, что нельзя покупать, какие инфекционные заболевания, какие прививки нужны. Там очень серьёзный информационный ресурс от нашего Министерства иностранных дел, где можно получить очень хорошую информацию и уже как-то подготовиться к поездке в ту страну, куда собираетесь. По заболеваниям там тоже всё есть, можно информацию получить. Да, и ещё, насколько я понимаю, есть, как вы уже сказали сегодня, страны, в которых уровень готовности, уровень вакцинации и отношения к продуктам, к этим же вакцинам, к продуктам питания совсем не такой, как в России. То есть у нас этот уровень довольно-таки высокий, на высоком уровне. Но есть страны, где они так серьёзно к этому относятся. Например, вот вы назвали Украину. Да. Да, что об этом можете сказать? Ну, Вера, значит, мы всё говорим про Африку, Азию, Южную Америку, то есть тропические страны там и так далее. Но нашим российским туристам нужно не снижать бдительность, в том числе и в странах Европы. Помимо Украины, я хочу сказать, что в Западной Европе у нас несколько лет подряд уже идёт вспышка кори. связано это, скорее всего, опять же, с недостаточным отношением западноевропейского населения к вакцинации против кори. Поэтому, выезжая в Париж, в Брюссель, вы можете оттуда привезти корь. Давайте тогда краткую справку, что это такое, как её можно заработать и как её лучше не зарабатывать. Корь считается воздушно-капельной детской инфекцией. Но болеют ей также вполне успешно взрослые, которые никогда не болели корью или которым не была сделана прививка от кори. В связи вот как раз с этой вспышкой в Западной Европе наш Роспотребнадзор, не только наш Кировский, а вообще Российский Роспотребнадзор ввёл правило, что у нас сейчас взрослое население подлежит обязательной вакцинации от кори. Те, кто не был привит, обязательно должны быть привиты. Но, к сожалению, у нас некоторые люди относятся к этому спустя рукава. А в Западную Европу... Кто-то принципиально игнорирует. Кто-то принципиально игнорирует. А в Западную Европу любят ездить. Поэтому, дорогие граждане наши, выезжая в Западную Европу и не имея иммунитета против кори, вы можете оттуда благополучно привезти корь. Корь у взрослых протекает тяжелее, чем корь у детей. В затяжных формах корь поражает нервную систему, причём формохронические поражения нервной системы могут быть достаточно тяжелые. То есть для взрослых это не такая безобидная инфекция, как может быть для детей. То есть ребёнок в садик неделю не походит, там сыпь у него будет, потом пройдёт. Для взрослых это может закончиться гораздо плачевнее. Даже в Западной Европе, которая оказалась бы очень благополучная. Если говорить про Украину, то если верить средствам массовой информации, но я думаю, что всё равно информация где-то близкая к правде, то там по некоторым вакцинам ситуация совсем плохая. То есть пишут, что по полиэмилиту у них уровень иммунной прослойки упал ниже 60% населения. Но от полиэмилита население должно быть перевито 100%, потому что это очень тяжёлая инфекция. У них уже ниже 60%. Это уровень вакцинации стран Центральной Африки. То есть Украина в эпидемиологическом плане превращается в Западную Африку. То есть такая белая... Ну давайте не будем так лучше смотреть, всё будет хорошо. Естественно, мы в это верим. Но на данный момент ситуация такая. Но если мы любим ездить в Одессу, если мы любим ездить в Киев, то мы должны учитывать, что там может быть разное у нас подстерегать инфекции. И если у нас не было прививок от полиэмилита, то оттуда можно привезти. Как себя безопасить? Прививки первые. Прививки первые. Конечно, что хорошо было бы сделать. Но опять же возвращаемся. Смотрим, где мы живём. То есть в каком жилье. Смотрим, что мы едим. Смотрим, что мы пьём. Смотрим, что мы пьём. И смотрим на то, с какими животными мы контактируем. То есть опять же, все эти комары, москиты, клопы, блохи и так далее. С ними контакт совершенно нежелательный. Давайте обратимся вообще в принципе к экзотическим инфекциям. Какими они могут быть. Вера, ещё тогда перебью. И ещё обращаем внимание на кондиционеры. Вот. Да. Там, где кроется большая довольно-таки опасность. Есть целая болезнь. Она называется легионеллёз. У неё ещё одно такое не совсем научное название. Это болезнь кондиционеров. Потому что легионелла очень любит. Наверное, может, не точное слово. Но для неё очень благоприятность. Предпочтительная. Да, предпочитает расти в кондиционерах. В кондиционерах прямо. Соответственно, она очень легко распространяется через вентиляцию. Поражает дыхательные пути. Притекает она очень тяжело в виде атипичной пневмонии. Летальные исходы возможны. Лечится она антибиотиками? Да. Она лечится. Но ведь надо успеть заподозрить, надо успеть понять, что это легионеллёз, и надо от него вылечиться. Так, давайте теперь справка по России. Такие случаи есть? Ну, конечно. Есть. Да, легионеллёзная пневмония для России тоже. У нас же есть кондиционер. А в Кирове? Я думаю, что есть. Ну, я вот сам конкретно с легионеллёзной пневмонией не встречался, но врачи, конечно, про неё знают. У нас настороженность есть, но у населения, конечно, нет. То есть, когда мы находимся под кондиционером, кроме того, что мы можем там просто переохладиться, мы можем подхватить ещё воздушно-капельную инфекцию. Поэтому в аэропортах, там, где большое скопление людей со всех точек мира, в каких-то больших общественных заведениях, на каких-то праздниках, вот у нас был чемпионат мира по футболу, туда приехали люди из Панамы, Перу, Коста-Рики, Бразилии. Ну, как боролись? Ну, соблюдали какой-то контроль. Конечно, требовали, да, паспорт болельщика, да, требовали, чтобы люди, наверное, какие-то или справки привозили. Привозили международные сертификаты прививок. Привозили, да? Я знаю точно, что тех наших сотрудников, правоохранительных органов, кого приглашали на обеспечение безопасности, с них требовали в сертификате прививок очень большое количество вакцинаций. Ну, это понятно, чтобы они не заразились. Да, чтобы они не заразились. А от болельщиков-то как они могут потребовать? Вот точно не знаю, но я думаю, что все равно требовали. Но 100% возможно, что и нет. Не факт. Надо разобраться. Какие инфекции были завезены в город Саранск, Волгоград, Самару, Екатеринбург, ну, мы узнаем, наверное, в ближайшие полгода. Поэтому бдительность сохранять надо даже на территории России, даже не выезжая никуда. Да, ну и, конечно же, в первую очередь то, что нас окружает каждый день, эти кондиционеры, которые нас окружают каждый день. И которые могут распространять. Могут. Поэтому профилактика какова у нас будет здесь? Профилактика здесь будет такова, что вовремя надо обращаться к врачу. И по возможности, конечно, прямо под кондиционером не сидеть. Но и чистка кондиционеров, наверное, тоже поможет. Обязательно. Поэтому обращаться за сервисным обслуживанием. Да, да, да. Рекламировать кампанию не будем, но, да. То есть, мы же понимаем, что кто-то ответственно отнесется из... Ну, как всегда бывает. Вернемся к инфекциям. Какими они бывают. Вот перечислили множество стран, участниц чемпионата мира по футболу. Пробежимся по ним. Что там есть такого экзотичного? Потому что у кого-то, может быть, уже дружеские отношения досложились. С друзьями-болельщиками из других стран, кто-то познакомился. Вот теперь есть прекрасный повод съездить к ним в страну. Такой дружеский визит нанести. От чего там лучше себя защитить, да, эффективнее? Ну, я уже упомянул Перу, Панаму, Колумбию, Бразилию, Аргентину, Коста-Рику, Южную Америку. Ну, и Мексика отсюда же подпадает. Там есть такое заболевание, как желтая лихорадка, которая передается через укусы комаров. Желтая лихорадка... Опять все те же комары. Да, опять все те же комары. Они разных бывают видов, разных родов, но, опять же, кровососущая насекомая. Когда наши туристы, российские у меня друзья, ездили в 2014 году в Бразилию, с них требовали в обязательном порядке прививки от желтой лихорадки. Которые должны были быть сделаны в России. Да, которые должны... Они уже въезжали в Бразилию, в международный сертификат прививок, где была отметка о желтой лихорадке. И в любую страну Южной Америки лучше ехать. Не лучше, а вообще жизненно необходимо ехать, имея прививку от желтой лихорадки. Потому что, и все, не будем еще раз перечислять, в них всех желтая лихорадка есть. Желтая лихорадка является тяжелым заболеванием с возможным летальным исходом. Как проявляются симптомы? Проявляется эта геморрагическая лихорадка. Она вирусная. То есть вирусная, я подчеркиваю, почему. Потому что лечение антибиотиками, как мы привыкли к бактериальным инфекциям, такого препарата конкретного, который бы лечил желтую лихорадку, нет. Поэтому ее проще предотвратить, проще сделать прививку. А почему его нет? Потому что не от всех вирусов есть прививки. Не от всех. Ой, извините, неправильно говорю. Не от всех вирусов есть. Прививки есть? Прививки есть, да. А препаратов нет. Препаратов противовирусных от желтой лихорадки нет. Проявляется она тяжело. Она проявляется в виде интоксикации. То есть начинается как тяжелый грипп. Потом присоединяются симптомы поражения в внутренних органах. Человек желтеет. То есть присоединяется желтуха. Там не только почки, печень. И поскольку она геморрагическая, то может нарушение свертывания крови. И, соответственно, возможно кровотечение. Это так просто. Мы понимаем, что если есть какой-то из этих симптомов, которые вы упомянули, сразу же обращаемся к врачу. Значит, если мы говорим по симптоматике, то есть мы немножко от перечисления болезни уходим в сторону. Если мы говорим по симптоматике, то да. Значит, на что в первую очередь нужно обратить внимание? Повышение температуры. Да, сейчас внимание информации для всех тех, кто вернулся из заграничной поездки. Обратите внимание на свое состояние. Если вы вдруг обнаружите у себя какой-то из этих симптомов, пожалуйста, обратитесь. Или обнаружите там. Или обнаружите еще там. То есть это повышение температуры необъяснимое. То есть вроде бы и не простывали ничего, но температура вдруг повышается. Причем она повышается изо дня в день неоднократно. Или она повышается сразу резко выше 38 градусов. То есть это уже может быть что-то совсем нехорошее. Поэтому электронный градусник с собой, наверное, лучше всего взять в отпуск на всякий случай, чтобы можно было оперативно проверить. Да. Особенно, если это с ребенком. Тем более, если с ребенком. Да, тем более, если с ребенком. Потому что неоднократный случай, когда, опять же, звонки с тех же Сейшельских островов. Что делать? Я спрашиваю, а какая у вас вообще температура? А мы не знаем. И не знаем, как померить. И как вот тут в этом случае вообще что-то врачу за несколько тысяч километров... Я знаю, что такое градусники. Ну, может быть, и удастся найти где-то. Но у нас же люди любят... У меня вот пациентка была позавчера из Туниса. Недавно вернулась. Ей все там очень понравилось. Но они ездили в Сахару. И в Сахаре там тоже очень понравилось. На экскурсию ездили? Да, да. Сам Тунис – это зона туристическая. Но Сахара – это уже никак не туристическая зона. И что там можно подхватить? Что оттуда можно привезти? Это только на наш страх и риск. И, конечно, вот ехать вообще без всего никак не подстраховываясь. Ну, это просто безответственность. Без всего что вы здесь имеете в виду? Без минимального необходимого набора медикаментов и вот хотя бы электронного градусника. Сначала про симптомы. Да. Сначала про симптомы. Значит, помимо температуры это… Ну, совсем плохо это, если судороги начинаются. То есть это сразу надо вызывать врачей и уже не думать, там, сколько это нам выйдет по деньгам и вообще чего нам… Жизнь важнее. Да, у нас пропадают экскурсии какие-то. Какие экскурсии, когда у кого-то из близких судороги. Дальше. Если пожелтели, то есть если появилась желтуха, это очень нехороший симптом, это очень грозный симптом, который, скорее всего, свидетельствует об инфекционном заболевании. Ну, как, по крайней мере, надо… Оно же в развитии, это заболевание. Да, да. То есть оно уже началось, и надо что-то делать. И, скорее всего, собственными силами там не сделать ничего. Кроме того, появление каких-то язв на теле, почернений – это, скорее всего, тоже очень нехороший признак. То есть язвы почернения – это могут быть как гельминты какие-то, это могут быть какие-то бактериальные инфекции, это могут быть… Гельминты что такое? Гельсты. Подкожные, да? Я ещё раз напоминаю нашу первую передачу, в тех странах подкожные глисты – не редкость. То есть можно оттуда приехать, и под кожей будет что-то реально ползать, а потом это вскроется и будет сочиться. Да. Обожаю такие темы. Продолжайте, пожалуйста. Дорогие соотечественники, ещё раз, подкожных глистов можно привезти из стран Азии и Африи. Как их можно заполучить через… Через купание. Купаясь. Да. Какая-то ранка на теле на коже. Если не очень хорошо обработанный бассейн, ну, то есть работники безответственно подходят там или экономят на чём-то, и сами периодически в нём купаются. Мы же ведь не знаем, что там ночью может происходить в этом бассейне. А уж если там купаться в открытых водоёмах, если река ещё там проточная и она быстро течёт, ну, ещё может быть. А если в стоячих водоёмах, то есть там просто нельзя купаться. То есть в этих озёрах, в прудах ни в коем случае. Ну, потому что это смертельно опасно. Совсем смертельно опасно. И уж оттуда-то коллекцию каких-то подкожных червей привезти, ну, это уже само собой разумеется. Слушайте, а как это лечит? То есть его там как-то ловят под кожей? Да, его ловят, его удаляют, но там же могут быть личинки, там это очень тяжело лечится. То есть лучше не лазить куда-то в какие-то водоёмы, вообще близко не подходить. А расскажите, как лечит? У нас в Кирове такое лечит? Нет, это скорее всего уже уровень Москвы. То есть это Институт тропической медицины, это очень плохо лечится. Ну, понятно, ползает там такое чудо под кожей, как в фильме ужасов самом страшном. Да, это фильм ужасов, только наяву. Кроме того, понос, ну, диарея и рвота, рвота хуже, чем понос. Если диарея больше 10 раз в сутки, и если рвота больше, ну, тоже 10 раз в сутки, это очень плохие симптомы, и это не надо... Почему рвота хуже, чем понос? Почему рвота хуже, чем понос? Из очень практических соображений. И там, и там теряются вода и микроэлементы. Соответственно, основа лечения – это восполнение воды и микроэлементов. Прежде всего, калия. Прежде всего, калия. При поносе без рвоты восстановить воду с микроэлементами через рот. Проще гораздо. Да, проще. А если человек рвет, и рвет в том числе и солевыми растворами, которые ему вводятся через рот, это невозможно. И тогда надо искать кого-то, кто может прокапать солевой раствор в странах Африки. У них процедурные кабинеты по санитарному благополучию, они больше похожи на туалеты наших больниц. Я видел в Индии воочию. Причем больницы, наверное, в каких-нибудь поселках отдаленных. То есть меня вот как-то приводили в процедурный кабинет. Ну, я выразил любопытство. В процедурный кабинет, скажем так, центральной районной больницы индийской. У них процедурный кабинет – это примерно как у нас туалет в центральной районной больнице. Вот примерно вот так. Ну, что говорить далеко ходить. У меня знакомые в Абхазии побывали тоже в медцентре государственном. Немногим лучше, чем вы рассказываете. Ну, возможно, в Абхазии не было. Не столь экзотичная страна, но вот тоже нужно обратить внимание, как следить за своим здоровьем там. Поэтому лучше это все дело профилактировать, предотвращать, чем вот с этим бороться. Значит, потом второй вопрос вы еще задали. А про симптомы мы закончили с вами? Ну да, то есть вот это вот то. Ну, есть ли у вас какие-то вопросы? Пока нет, продолжайте. Можно еще добавить кашель с прожилками крови. То есть если кашель с прожилками крови появился, то это очень, скорее всего, тоже плохо. То есть это могут быть, опять же, гельминты, которые уже поразили легкие. Или это может быть какая-то очень тяжелая пневмония, тяжелое воспаление легких, которая срочно требует неотложного лечения и которая может закончиться очень плохо. Это вообще может быть чума. То есть она еще существует и здравствует? Чума не только существует. Чума в первой половине 2018 года была на Мадагаскаре. В 2018 года вот это возможно. Вот это вот полугодие, которое закончилось, это информация в Семерной организации здравоохранения на Мадагаскаре, которое является туристическим местом. И очень популярным после мультика. Популярным, да. Там чума. Поэтому нам там нравится ездить туда. Ну все логично. Мы же любим эксперименты. Да, конечно, чума лечится, но ее надо успеть диагностировать. А сколько времени, кстати, на диагностирование? Ну человек может умереть за день. А, надо быстрее тогда. В глухой мадагаскарской деревне. Романтика. Значит, что нужно иметь? Обязательно нужно иметь с собой... Градусник мы уже называли. Градусник мы уже называли. Градусник мы называли. Антисептический гель. Это маленький флакончик. Они продаются... В любом магазине они есть. В любом магазине они есть и в тех странах. Потому что там жители это тоже знают. У них с водой, мы говорили, плохо. Поэтому у них антисептические гели продаются. Их лучше купить у нас. Давайте сразу небольшой такой мастер-класс. Гели и салфетки влажные. Что эффективнее? Рекомендовал гель. Почему? Ну, потому что гель можно нанести везде. Салфеткой неизвестно. Где-то удастся протереть, где-то не удастся протереть. Гель можно просто беспощадно полтюбика выдавить. Если там совсем ужасные условия. Протереть все, что можно. То есть это из того разряда, что чем больше, тем эффективнее. Тем эффективнее. Стоит он недорого. Его можно положить в любую походную сумку, в любой рюкзачок. Он может спасти жизнь. Реально спасти жизнь. Потому что в каких условиях придется есть. То есть в странах, опять же, Африки и Азии принято есть руками. И может получиться так, что вам просто не дадут ни вилок, ни ложек. И вы будете есть руками. Теми руками, которые у вас будут на тот момент в том состоянии, в каком они будут. Помыть руки может не получиться. Или это будет не эффективно. Там их не принято мыть. Там их не принято мыть. А даже если принято, то вода может не позволять. Вода может быть такая, что лучше ей не мыть. Поэтому антисептический гель – это просто обязательная вещь. И этим гелем мы обрабатываем руки. Руки. Кроме того, его можно и лицо обработать. То есть если где-то вам пришлось ехать на байке. Естественно, там шлемы не очень популярны. Это дорого просто. Шлем дорогой. Или какие-нибудь там плавательные очки для погружения. Элементарно. Ну, то есть вы проехали на байке даже пассажиром. Вам налетела тамошняя пыль в лицо. Что там в этой тамошней пыли, вообще неизвестно. Она еще в глаза. Она еще в глаза, конечно. Поэтому не грешно антисептическим гелем обработать лицо. Потому что если девушка, молодая, симпатичная, приедет из туристической поездки, из африканской, и у нее будет какое-то черное струпное пятно на лице, которое неизвестно как выводить, я думаю, что ее эта поездка не обрадует. Она заполнится ей на всю жизнь, но она ее не обрадует. Запечатлится на всю жизнь. То есть антисептический гель ей поможет. Тем более они не очень аллергенные. В большинстве своем они на спирту. Ну, то, что поможет, мы со 100% вероятностью тоже не можем утверждать. Но, по крайней мере... Это будет эффективнее, чем без него. Чем без него, да. Дальше. Обязательно надо взять солевой порошок. И лучше не один. В аптеках они есть. Я название называть не буду. Ну, просто прийти и сказать солевой порошок при отравлениях. Их не очень много. Наименований. Наши фармацевтические работники знают в аптеках, какие солевые порошки. Хотя бы две штучки купить. Два порошка. Они весят немного. В поездке они сильно не отяготят. Но когда начинается понос или рвота, и когда надо восполнять водно-электролитный баланс... То есть он удерживает воду за счет соли, да? Я еще раз говорю, что рвота с поносом опасна прежде всего даже не потерей воды, а потерей калия. Вот этот солевой порошок, он восполняет калий. А потом идет еще и вода. Особенно это актуально для детей. Потому что взрослый, если потеряет литр воды, ну, от 80 килограммов веса литр воды, это еще не критично. Хотя нехорошо, но не критично. Если ребенок 20 килограммов веса потеряет литр воды, то это уже у него гиповолимический шок. Это состояние, требующее неотложной помощи и состояние очень тревожное для жизни. Поэтому солевой порошок надо положить обязательно. Его лучше купить здесь. Кроме того, лейкопластырь, понятно, обязательно, потому что ноги натерли, руки натерли, в открытую рану всегда может проникнуть инфекция. Лейкопластырем надо заклеить. Лейкопластыря надо брать много. Весит он легко. Лучше, конечно, с бактерицидной полоской. Он избавит от очень многих проблем. И при потертых ногах, и при порезах, и при каких-то ранах небольших. Кроме того, какие-то энтеросорбенты, ну, самый простой – это уголь активированный. Это некоммерческое название. Угля надо брать много. Угля надо брать много. Лишним он не будет. Одна таблеточка она не спасает. То есть там надо принимать его. По весу. Ну, не меньше шести таблеток надо принимать за раз. Ну, потому что, бутыл от меня, я таблетку выпил, вроде защитился. Нет. Там надо от шести до десяти таблеток за раз. То есть там надо сразу несколько... А я слышала, что есть такая формула по одной таблетке на 10 килограмм веса. Я вот про неё не слышал. Это, видимо, такое общественное мнение. Угля надо принимать много. Ну, 5-6 таблеток стандартно. Так. Есть такая штука, как мирамистин, жидкость. Она обеззараживающая. Ну, это аналог этого геля. Геля. Вот. Но мирамистин, конечно, по действию посильнее. Вот. И он уже для обработки ран, уже конкретных антисептических. Пузырёк весит тоже 50 миллилитров. Ну, если не нравится, ну, можно, да, тогда гель антисептический. То есть при порезах, при ранах гель антисептический тоже можно использовать? Гель для профилактики, да, можно. Но гель всё-таки больше профилактическое средство. Мирамистин – это уже лечебное. То есть конкретно какие-то раны. Обязательно что-то из жаропонижающих. Название называть не буду, но из жаропонижающих что-то в сумку бросить. Тем более жаропонижающие имеют ещё анальгетический эффект, то есть обезболивающий. И если где-то какая-то головная боль, то будет положительный эффект, то есть головную боль снять. И я всё-таки рекомендую упаковку антибиотиков. То есть те, которые в первую очередь помогают. Ну, это можно у врача, у знакомого посоветоваться. То есть те, которые помогают при кишечных инфекциях и при воздушно-копильных инфекциях. Но в первую очередь это кишечные инфекции. Итак, предосторожности вроде бы приняты, но болезнь всё-таки настигла, не дай бог, конечно, кого-нибудь где-нибудь. Что делать, что предпринять? В прошлой программе мы говорили, что главное, что нужно знать, это номер телефона знакомого врача в России, на котором можно позвонить и в случае чего проконсультироваться оперативно, быстро. Что делать, если это невозможно сделать в силу разных обстоятельств? Расскажите по пунктам план действий. Значит, если симптомы, те, которые мы уже обсуждали, тяжёлые симптомы, то есть там, опять же, с судорогами, с высокой температурой, кашель с прожилками крови, рвота и понос более 10 раз, самому делать уже что-либо, я считаю, бессмысленно, надо идти и сдаваться к местным врачам. Уже забыть о турпоездке, уже забыть обо всём, надо идти и сдаваться. Есть медстраховка, нет медстраховки, это жизнь, это своя собственная жизнь. Поэтому находить врачей, которые могут помочь, местных уже, и как-то пытаться с ними найти язык, чтобы они помогли. Ну и молиться о том, что эти врачи действительно... Местным богам. Нет, местным не надо. Ну, надеяться на то, что тамошние врачи, они разберутся, что они хорошие специалисты, и они смогут оказать помощь своевременно. Значит, если симптоматика всё-таки полегче, помягче, то есть там понос, ну, скажем так, до пяти раз, то есть там жидкий стул один-два раза в день, да, там вырвало как-то, температура как-то не очень понятна, там 37, 37, 1, 37, 2. И остаётся дней до поездки 1, 2, то есть вроде бы надо просто... До возвращения. Да, единственное, что мы там можем в этой поездке сделать, остаётся немного дней, и надо просто доехать до Шереметьево как-то спокойно уже. Понятно, что последние дни они пропали, вот, надо просто добраться до дома. В этом случае чего? Если температура, то, конечно, надо использовать жаропонижающее, чтобы всё-таки состояние было стараться пить. Которое тоже можно взять с собой. Да, ну, я же сказал, в необходимую перечень. Значит, если понос рвоты, ну, не небольшие, не тяжёлые, то помните о том, что надо восполнять водно-солевой баланс. Соответственно, вот опять же, опять солевой раствор. Если не получается пить, тогда хотя бы купить минеральную воду, там местную, которая содержит калий, большое количество калия. Именно смотреть на содержание калия. Хотя бы пить её, ну, газ выпускать, ну, да, пытаться этим восполнить. Так, если рана, да, её надо обрабатывать, то хотя бы вот этим гелем или какое-то спиртосодержащее вещество купить и обрабатывать этим. Больше, наверное, без медицинской помощи сильно много ничего и не сделать. А, ещё если из аптечки, то всё-таки лучше в поездку взять с собой альбуцит сульфацилнатрия. Это единственное название. Это первая помощь при инфекциях глаз, при каких-то попаданиях народных тел в глаза, ну, мелких, ну, муха залетела, пыль какая-то в глаза набилась, глаза воспалились красные. Альбуцит, им можно просто глаза промыть, но он имеет обеззараживающий эффект, поэтому от какой-то не очень тяжёлой инфекции он защитит, по крайней мере, хоть какая-то защита. Глаз. Вернуться слепым из турпоездки тоже... Совсем не хочется. Совсем не хочется, конечно. Это была программа «Слушайте доктора» с очень важной и полезной темой. Отмечу, что если вам интересно задать какой-то вопрос, чтобы мы осветили какую-то тему в этой программе, в частности с Дмитрием Леонидовичем Батаговым, инфекционистом и главным врачом Афлоцентра, вы можете звонить на наш номер 211-101 и свои вопросы там, собственно, редактору и оставлять. Вот на этом мы распрощаемся сегодня, на сегодня с темой заграничных поездок. Да, в гостях у нас был Дмитрий Леонидович Батагов. Спасибо большое, что пришли, рассказали очень интересно, ярко. Думаю, что было всем полезно послушать, особенно тем, кто отправляется в ближайшее время в бархатный сезон, в отпуск. Приходите ещё с новыми интересными темами. С удовольствием. Да, и будьте здоровы. Вера, спасибо большое. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.